Всем привет, с вами я, Лена Белова, ваш астролог, и у нас гороскоп с 8 по 14 июля. Самое главное событие недели, 8 июля до 1 августа, Меркурий становится ретрограден. Напоминаю, что не рекомендуется делать в это время, подписывать важные документы, вероятные ошибки и обманы, недочеты, принимать принципиально важные решения, делать виртуальные покупки, покупать средства передвижения, вероятность брака очень велика. Проводить диагностику, устраиваться на новую работу, переезжать на новое место, покупать недвижимость, возможно, обманы и ошибки в оформлении. Новые знакомства вряд ли будут продуктивны. С 8 по 14 июля растущая луна. Не удивляйтесь, если в данный период в вашу жизнь придет сразу несколько людей, причем все они будут как на подбор. Умные, интересные, веселые. Укрепляйте отношения, устанавливайте связи и не допускайте ссор и недопонимания сейчас. В будущем скажете себе за это спасибо. А теперь прогноз по знакам. Овин. Эта неделя обещает порадовать относительным спокойствием. На этой неделе можно и нужно будет вернуться к делам, от которых зависят домашняя гармония и уют. В списке неотложных дел забота, самочувствия ближайшего родственника. Телец. Любые переезды и перелеты сейчас не рекомендуется. Лучше перенесите поездку. Желательно провести это время дома, лежа на диване с интересной книгой. Вам нужен отдых. Физический труд сейчас может обернуться травмами или обострением старых болезней. Близнецы. На этой неделе будут полностью довольны собой. Судьбоносными для вас станет период с 1 по 14 июля. Могут огорчить ближайшие родственники. Будьте готовы к этому. Обратитесь за поддержкой к друзьям второй половине и вы почувствуете себя намного лучше. Рак. Многих раков на этой неделе ждут расставания. Если отнесетесь к ним философски, скоро в вашей жизни откроются новые двери. Сейчас лучше не давать в долг, если не хотите потерять деньги. Лучше помогать не материально, а хорошим советом. Лев. Старые знакомые, о которых вы давно забыли, вновь дадут о себе знать. Ох, как не вовремя. Период благоприятен для того, чтобы продвигать свои идеи перед начальством. Их одобрят. Если вы дачник, поднажмите сейчас. Вы сможете сделать больше и лучше, чем планировали. Дева. Какой бы выбор ни стоял сейчас перед вами, вы сделаете все правильно. Не сомневайтесь в своих силах. В данный период не рекомендуется строить долгосрочные планы. Также следите за знаками. Сейчас вселенная будет щедро раздавать их и помогать вам своими советами. Весы. Не выясняйте отношения с любимыми. Лучше, что сейчас надо сделать, это просто отдохнуть от друг друга. Желательно не делать крупных покупок. Звезды советуют не сидеть дома и принимать все приглашения, которые будут вам поступать. Скорпион. Может вам поступить заманчивое, но очень рискованное предложение. Принимайте его, только если будете полностью уверены в его исходе. В данный период желательно работать по максимуму, чтобы позволить себе отдых потом. Самое время начинать планировать путешествия. Стрелец. Некоторые стрельцы сейчас могут закрутить бурный служебный роман. Однако продолжения у него, скорее всего, не будет. На службе сейчас лучше не попадаться под горячую руку начальства. В семье возможны бытовые ссоры. Сведите их на нет по собственной инициативе. Козирог. Хронические болячки могут напомнить о себе. Лучше, что вы можете сделать, придерживаться здорового образа жизни. В выходные дни не сидите дома. Отправляйтесь на свежий воздух. С 12 по 14 июля. Возможно, материальные поступления, которых вы не ждали. Водолей. Любые ссоры сейчас нежелательны. Наоборот, старайтесь по-доброму относиться ко всем, кто будет к вам обращаться. Сделки, совершенные в этот период, окажутся невыгодными. А вот обучение пойдет только на пользу. Не рекомендуется делать покупки в кредит. Рыбы. Чтобы разжечь былую страсть в любовных отношениях, придется постараться. Все в ваших руках. Помните об этом. В отношениях с коллегами будьте мудры. Не отвечайте злом на зло. В период с 8 по 10 июля оставайтесь на чеку. Вас могут обмануть. Живите в гармонии с ритмами космоса и пусть все у нас будет хорошо.